В Новочебоксарском зоопарке Ельниковской рощи животным не хватает кормов и общения. На просьбу о помощи откликнулись и волонтеры, и руководители сельхозпредприятий Чувашей. Бархан с самого утра в ожидании гостей, но в последнее время посетителей в зоопарке не так много. Чего не скажешь об обитателях. Помимо верблюда, сегодня в Ельниковском зоопарке содержится около 30 видов животных. Это бизон, зубр, як, олень, мелкие животные и домашние птицы. Медведю Потапу 5 лет. Это взрослый медведь, общительный, игривый и с отличным аппетитом. Завтракал он сегодня, было немножечко фруктов, яблочек, пара огурчиков была и отходы с детского садика. Это он очень любит. В отходах была каша молочная. Он большой любитель ее. По большому счету в день на питание животных уходит более 5000 рублей. И тут говорить о разнообразии в меню по словам сотрудников не приходится. Лишь бы всю ораву прокормить. Разумеется, зоопарку на собственные средства не выжить. Четкий план, как помочь животным, созрел у волонтерской организации «Агровыбор». В его составе представители Совета ветеранов агропромышленного комплекса, представители Минсельхоза, руководители хозяйств и студенты Аграрного университета. Около тысячи человек. Они и бросили клич о помощи. Первым откликнулся Александр Толстов из Маргаушского района. Привез сено из собственного хозяйства. Давайте еще раз качем. Все, вот так оставляем. Привез сегодня 8 рулонов. Это бесплатно просто от всего сердца. Но это сено я вырастил сам на своем поле, сам скашивал, сам прессовал, сам все складывал. Волонтерская организация «Агровыбор» создана совсем недавно. Но на ее счету уже немало полезных дел. Одно из них – шефство над Новочебоксарским зоопарком. Когда в конце 20-го года, в декабре, создавали нашу волонтерскую организацию, которая называется «Агровыбор», мы тогда договорились со всеми, что мы эту организацию создаем не просто для того, чтобы она была. Но эта организация должна быть работающей. Это не разовая акция. Мы будем и овесы, и зерновые привозить, поставлять. Ну и так же сено. Еще одна проблема зоопарка – нехватка помещений. Но новое руководство Ельниковской рощи намерено заняться этим вопросом вплотную. По согласованию с администрацией Новочебоксарска, они начинают готовить проектно-сметную документацию на реконструкцию парка, где найдется место и животным. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.